Музыка С самого детства нас приучают мыть руки с мылом Берелитой. Мы точно знаем, что это помогает избавиться от опасных бактерий и микробов, которые могут навредить нашему здоровью. Но при этом совершенно не задумываемся о том, что постоянно ототрагиваясь грязными руками, до своего лица, следиста глаз и носа наносим организму не меньше вред. Учеными давно доказано, что мы прикасаемся к своему лицу более 20 раз в час и порой делаем это совершенно неосознанно. Во время работы за компьютером в офисе, чтением книги в общественном транспорте, скучая или задумываясь над чем-то. Проблемная и чувствительная кожа быстро отреагирует на это высыпаниями и черными точками. А если потереть грязными руками глаза, то бактерии, попавшие на слизистую, могут вызвать конъюктивит, ячмей, блефорит и другие инфекционные заболевания. Касаться лица можно при умывании и нанесении косметики. Все остальное время важно держать руки под контролем. Сделать это не так просто, придется потратить не одну неделю, прежде чем получится избавиться от этой вредной привычки. Приучите себя как можно чаще мыть руки. Намыливать их при этом следует не менее 30 секунд. Кстати, обычное 70% хозяйственное мыло – отличный антисептик. На работе можно наклеить на монитор компьютера мотивирующий стикер, а дома прикрепить такой же на ноутбук и телевизор. Если вы ждете кого-то, сидите на семинаре, лекции или встрече, постарайтесь занять свои руки. Можно крутить карандаш, ластик или любой другой предмет, который поможет вам отвлечься. Во время ходьбы, если руки свободны, держите их в карманах. И всегда напоминайте себе о том, что до вас дверными ручками, поручнями в общественном транспорте, деньгами, кнопками банкомата пользовались тысячи людей. Кстати, мобильные телефоны, наволочки, кисточки для макияжа, как и грязные руки могут стать источником бактерий, которые попадают на лицо. Не забывайте менять постельное белье не реже одного раза в неделю, мыть кисти и спонжи для макияжа после каждого использования и периодически протирать телефон спиртовой салфеткой. И помните, что опасные микробы и бактерии счастливо живут и размножаются не только в общественных местах, но и дома, там, где меньше всего этого можно ожидать. На разделочных досках, ручке холодильника и в нем самом, пульте от телевизора, выключателях, ручках кранов, насадки для душа, занавески в ванной и полотенцах. А губка для посуды, по мнению ученых, и вовсе едва ли не самый грязный предмет в доме. Нужно как можно чаще менять аксессуары для мытья и уборки и дезинфицировать предметы и поверхности, к которым вы больше всего прикасаетесь.